Жизнь женщины – живопись. Знаменитый самарский художник Юрий Иванович Филиппов любил их больше всего. Будущий заслуженный деятель искусств России рисовать учился еще подросткам у иконописцев Кенеле. Потом были художественная школа и академия. Когда стал мастером, создавал в Куйбышеве при институтах курсы художников и до последних дней курировал их работу. Рядом с ним была и поддерживала его в делах любимая жена Тамара Сергеевна. Художник должен заниматься творчеством, а не бытовыми проблемами, говорит она. Эту работу я брала на себя. Где-то договориться с одним мастером, с другим мастером. Пожалуйста, всегда пожалуйста. Меня не заставляло труда. Лишь у него была глава наполнена творческими идеями. Бывало так, он просыпается утром и говорит, а я написал картину. Так было несколько, несколько, а я написал картину во сне. Меня это всегда радовало. Юрий Филиппов писал картины в лучших традициях русской реалистической школы. На его счету более тысячи произведений. Известность художнику принесли пейзажи, многие из которых находятся в лучших мировых коллекциях. Третьяковская галерея и Государственном русском музее. Выставлялся Филиппов и за рубежом в Европе и Северной Америке. Я вообще-то живопись-хулиган, а он очень такой педантичный. И, в общем, вот он учитель. Юрий Иванович очень много внес в это дело. Он очень тонко, внимательно подходил к каждому этюду. Так уже никто не пишет. В выставке картин самарского мастера, посвященной его 90-летию под общим названием «Россия в произведениях Юрия Филиппова», будут проходить в художественных музеях Тольятти и Самары. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События.